Ну что, друзья, всех приветствую, с вами команда MoreGames и сегодня мы с ребятами все-таки решились на то, чтобы продолжить играть в китайскую CSGO. Напомню, что в прошлом выпуске мы полностью прошли калибровку, получили с нее 4 звезды и именно с этих званий мы хотим сегодня продолжить и попытаться дойти до глобала. Я не знаю, насколько это будет сложно, я не знаю, что нас вообще будет ожидать, насколько сложно вообще будет повышать звание и кто, собственно, там будет играть, ну, на званиях повыше. Мы пока не знаем, но именно за этим мы сегодня и пришли, чтобы все, собственно, узнать вместе с вами. Друзья, это будет очень интересно, поэтому давайте скорее стартовать, присаживайтесь поудобнее, обязательно лепите лайк, всем желаю приятнейшего просмотра, а мы начинаем. Ну, продолжаем, пацаны, продолжаем нашу дорогу в китайской CSGO. С калибровки мы получили 4 звезды. У тебя был Влад справа, чел. И вправду. Здравствуйте. Добрый день. Нам теперь интересно добраться до самого высокого звания и, ну, посмотреть просто, что будет происходить. Ну, вот в прошлом выпуске мы сыграли, ну, прилично так игр и на нонпрайме, и, получается, калибровку полностью прошли, но ни одного читера нам не попалось. И вот интересно, будет ли они сегодня? Я думаю, что мы дойдем сегодня до какой-нибудь там перку-то, ну, не прям сегодня, это займет у нас... Ой, ёмы! Это займет у нас какое-то время, не знаю, сколько дней, но до каких-нибудь лемов, я думаю, что мы можем добраться. Попробовать, посмотреть, что будет там. И вот за все это время, пока мы будем играть, мне интересно, попадется ли хоть раз какой-нибудь один читер. Ну, и, конечно же, интересно просто посмотреть, как там будут играть люди, насколько будет сложно нам выигрывать. Все-таки мы играем с 200 пингом. Пока у нас проблем не возникает, я посмотрю. Вот на звездах мы спокойно играем, как и играли, в принципе, и в прошлом выпуске. Но вот дальше, дальше все самое интересное. Когда уже пойдут высокие звания, я не знаю, как мы там будем вообще кого-то обыгрывать, потому что там ребят-то уже будет нормально стрелять. А у нас как бы пинг, задержка, с ним будет не так-то и просто играть. Ну, в общем, это действительно интересный эксперимент, в котором мы даже не можем какие-то догадки строить, вообще давать какие-то прогнозы и так далее. Вот просто что будет, то будет. Я думаю, реально не будем загадывать, будем просто смотреть. Смотреть и изучать, что в этой китайской CSGO вообще происходит. Ну и также посмотрим, собственно, как тут будет повышать тоже, насколько быстро это будет происходить. Ну, мне кажется, что быстро нас повышать особо не будет. Я думаю, что нормально, мы тут время не проведем. Глянем, что нас тут будет ждать. Ой-ой-ой, что за смоки тут не дают, конечно. Нагробак. Он тебя не увидел. На ощупь убил. Так, ну-ка, сейчас я кого-нибудь поймаю. Смотрите. Нормально. Я поймал, ребята. Нормально. Извините, притянул нам смерть небольшую. Нифига-то он нормально разошелся со своим негивом. Я немного не туда нащупал. Куда ты молек даешь, крутышка? Так, это не тот. Там негивист еще жив. По-моему, он все еще жив. Он где-то здесь, ребята. Опаснейший человек. Ну да, но пока все стартует спокойно. Че, 5-0. Тем более это короткий. Но мы будем сегодня играть в коротком, потому что мы уже вот из наших экспериментов всех поняли то, что длинный играть, что короткий, это просто одно и то же. Но в коротком, соответственно, мы быстрее приходим к результату. Ну, может, там совсем микроскопическая разница. Например, чтобы у тебя повысило, нужно в коротком выиграть 4, а в длинном 3. Ну, что-нибудь такое. Я бы так, наверное, оценил. То есть в длинном, конечно, побед нужно меньше, но при этом играть гораздо дольше. Но главное, что в коротком можно до любого звания также добираться спокойно. Дом. Дом или шорт? Какая потрясающая точка. Что здесь произошло вообще? Так, ну-ка. Не-не-не, после первой игры не повышает. Ну, а, кстати, здесь спидран может еще запуститься по званиям. У нас так же было. Одну игру мы выиграли, нас не повысило, а потом пошло вот это вот. Мы начали забирать игру за игрой и повышало за каждую победу. Но тут непонятно, будет ли здесь такое. Какие вообще разбросы по званиям жесткие. Ну, да, ну, кстати... А, это все пятером, я бы, играть. Да, да, да. Ну, кстати, вот два калаша, Биг Стар, ну, мне кажется, вряд ли кто-то ощутил то, что... Не, ну, два калаша там иногда такие нормальные фраги делал. Но Биг Стар вообще что-то не сыграл на свое звание. Пока проблем никаких у нас нет. Кстати, давайте Нюк сыграем, как-то его стороной обходили. Давненько уже не заходили на эту карту, прям хочется здесь попробовать сыграть. Куда полетел, Никита? Куда? Фраги забирать! Спасибо, что собрал информацию. Собрал фрагов, так сказать. Для меня. Да, как где вообще люди-то? О! Мы только начали играть, они уже на спауне все сидят. Они уже в шоке от нашей игры, то, что мы бегаем, просто пушим их. Ой, миза. Кот, от такого-то он не ждет коварного подхода спину. Как обычно, все наши противники отыгрывают КТ-сторону, затеров. Ну, в этом, конечно, мы сами виноваты. Но мы и не против. Нам несложно побегать. У-у-у-у-у. У-у-у-у. Ну, я тебе ковар давал. Ты бы помер. А я его забрал, все нормально. Вот так вот выходит, бац. А и все. А, нет, не все. Еще и на улице мне прикрыли. Спасибо, ребята. А, внизу оба. Все, на крыше никого нет, они здесь. Я просто хожу и внимательно осматриваю все эти крыши. Минус 52. Ну, как всегда, Марата не ждут. Смотрите, сейчас будет просто повтор всего того же самого. Уже не на крыше. Всего того же самого. И все. Опять не ждут. Опять не ждут. Марата всегда коварные подходы, приседы. Ну, что, Никита, полетели, давай. Давай, крышу сразу рассмотрим. По стандартной наработке. На скале, на скале 100% там что-то было. Опа, опа, нормально. Все, мы уже знаем все их позиции. А что, наверху больше никого? Я не вижу. 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 Они что, еще вдаль ушли? Нет, не этот. А где? Где их, да? Ага, сидят. Вот они, китайские стратегии. Вот они, настоящие тактики. Ну, вот у нас щита, на самом деле, такие прям разрывные сейчас получаются. По сути, нас должны эти ребята репортить. У нас и в калибровке, в принципе, там такие щита были, ну, достаточно жесткие. И сейчас продолжаются. По логике, наши противники должны нас сейчас ненавидеть. Кидать нам репорты, и мы, соответственно, должны будем попадаться на читеров. Но, пока ни одного такого случая не было. Я не знаю, как будто их тут просто вообще нет. Просто не существует. Все это выдумка, миф. Обман зрения. Все, что происходит в патруле, это нереальность. Но они же должны тут быть. Мне кажется, мы должны их встретить хоть кого-то. О. Они опять на базе. Просто я не могу попасть. Помогай сверху. На, ну, конечно, АФКшника и я не могу убить. Я по него стрелял, он ничего не попал. Ладно, 9-0. Ну-ка. И повышения нет, слушайте. Я, кстати, думал, то, что вот до калаша мы быстренько дойдем. Но нет, нет. Еще непонятно, сколько игр это у нас займет. Спидрана, походу, не будет здесь, пацаны. Это мы привыкли уже там у нас, в нашей КС-ке. Потому что у нас какие-то там повышения постоянно за каждую победу. Тут что-то пока этим и не пахнет. Они даже не в пати. А что с подбором? Ну да, они не в пати, и звание какие-то слишком низкие здесь вообще подобрало. Может из-за того, что нюк. Но мы быстро игру нашли эту. Странно, но ладно. Нюк поиграли. Идем дальше. И, друзья, перед тем, как мы продолжим этот интереснейший ролик, я предлагаю залететь на замечательный MyKSGO. И слету сегодня зарядить прям по-крупному. Открыть кейсик, который мы уже давненько так не открывали. Это кейсик тайный. И так как мы давно его не открывали, давайте сразу 10 раз его зарядим на 14 тысяч рублей. Ну и я очень надеюсь, что он нас сегодня не подведет. И что-то интересное выдаст. Так. Ну слушайте, наборчик интерес... Наборчик очень интересный. АК-47 вулкан за 18 тысяч нам упал. Нифига себе тут нападало так-то. Тут много годноты. Реально, ну почти все скины здесь прям клевые. Выглядит они клево. Еще и вулканчик за 18к. Неплохо так. Неплохо мы сегодня открыли. Ну и, собственно, я, конечно, бы на этом остановился. Но давайте вот просто ради интереса попробуем еще и актуальные кейсы. Может быть, что-нибудь интересное еще и с них упадет. Так, на 5 раз с ними хватает. Но 4 раза зарядим на 2000 и быстренько откроем, собственно, посмотрим, что упадет здесь. Ну, да. Это уже было лишнее. Всю годноту мы достали с кейса тайного. Но, да, тайные кейсы, конечно, иногда прям сыпят просто от души. Ну и, собственно, всю годноту, которую мы сегодня достали, я предлагаю забрать. И напоследок, друзья. Я, конечно же, хочу напомнить, что прямо сейчас у нас совместа с My CS GO проходит топовейший розыгрыш по вот такому вот замечательному промокоду MY40, который, во-первых, даст вам аж плюс 40% к пополнению. А, во-вторых, активировав его, вы автоматически принимаете участие в этом топовом розыгрыше, где будет аж 3 победителя. Собственно, мы разыгрываем 3 скина на сумму более чем 20 тысяч рублей и результаты будут известны уже через пару дней. Поэтому поспешите поучаствовать. Всем желаю удачи. Сам код и, конечно же, ссылочка на сайт будет в описании. Поэтому забирайте годноту. А мы продолжаем. Слушайте, а вот в этой игре что-то как-то странно у нас на Дасте втором. Челик замученный, один пинг. Что-то это как-то странно. Я вообще в табе ни разу, по-моему, не видел, чтобы один пинг было. Пять, это ладно. Типа, когда вот прям минимальная задержка, такое может показывать. Но один это странно, ребята. Может быть, мы все-таки доигрались. Может быть и нет. Они все прошли на подъем уже. Нормально, идем в спину. Забираем их, ребята. Попробуй попади еще. Ой-ой-ой! Меня убили почти, я ухожу отсюда. Я с Ямой приберу, попробую. Вот мне, кстати, отдавай. Отдавай вдвоем попробуем. Что это единственный шанс, наверное, с такими ХП? Да, у меня еще патроны кончатся. У меня 4 патрона. Это гений. Минус 70. Все, патронов нету. Вообще не попадается ничего. Просто ноль. Мы один фрак всего сделали на команду. Я всех пятерых надамажил. А, это не мы сделали. Даже не мы сделали. Это не мы сделали фрак, это они друг друга убили. Ясно, сервер говна. Мы, кстати, по урону, по-моему, почти всех убили. Не знаю, у меня 80, 52, 19, 19, 12. 24, 20. Про их. Кстати, я статус это... В этом ролике я статус еще не прописывал. Ну, то, что мы реально на китайских серверах играем. ПВРД, вот эта приписка, это Perfect World. Ну, и Tianjin, это, видимо, расположение, в каком городе мы там играем, в каком городе эти серверы, короче. Не, я говорю, это типы очень сильные. С 80 на 60. Да, тут надо будет собраться. Тем более, еще какой-то здесь подозрительный вот этот челик. Кстати, я его убил. Тут не так просто, как у нас было на Inferno на нюке. Давайте как-то посерьезнее сразу же возьмемся. Ребят, тут настроено нас вынеси вперед ногами, походу. Я с Ричарда возьмет. Ну, да, если бы не было в спине, шансы какие-то добыли. Надо камбетчить и как-то эту катку забирать. Срочно выезжаем на хелпу. Не похоже, что... Не, ладно, похоже, что нужна помощь. Минус 44. Один танцпол прошел. На машине не вижу. Ставит за коробкой. На дальнем один. В пункте я убил. Танцпол. И на танцполе убил. Все, нормально. Че-то только что счет был 0-2. Уже 5-2. Как-то слишком быстро меняется картина. О, кстати, у этого чела стал пинг 5. Что это было тогда вообще? Почему он замучен? Слишком много вопросов к нему все равно. Но пока он ничего такого не делал. Играет, как играет. Я не знаю. Но его пинг какое-то недоверие вызывал. Сейчас 5 бывает, показывает. Я пошел вонг один жестко. Так. Еще один лонг у меня тут. И он почти умер, кстати. Умер, а не брал ее? Нет, я умер, кстати. Минус 86. Теос там сейчас еще один подойдет с 10 хп. А вот и вон. Не попадается вообще, да я ровно же в голову устрелял. Нет, это не вон. Ну, у вас все там. В дверях каленый. В дверях 10 хп. У меня 9. Кто кого? Он сильнее. У меня пинг какой. Ты напрягу стреляй. Нормально сработало. Спасибо. За него пинг еще вырос. 11 уже стал. Это его уровень агрессии. 12. Он сюда-сюда-сюда уезжает. Я сейчас не понимаю реально, как это работает. Почему у него вообще один показывало? Это загадка какая-то. Нерешаемая. Все, вырываем победу у этих ребят. На Б никого нет до сих пор. Они три флешки вон кинули. Заходите бы. Минус 80. Вон кушает 10 хп. Я смотрю его. Ой-ой-ой, как летят. Ой-ой-ой, как летят. Пошел он. Да? Да он будто он умер. Что скажет игра? Что-то, слушайте, как-то прям походу реально нас ждет долгая дорога до глобала. Я думал, быстрее до калашей нас повысит. Нифига. Нифига подобного. За три игры даже одного повышения еще нет. Нам и ниже звание подбирают. Что странно, конечно. Ну ладно, тут хотя бы какие-никакие звания. Более-менее близкие. Ну сейчас вот точно должно апнуть. За четыре игры обычно всегда аппает. А на злой по вообще всем пофигу. Давай, он не ждет. Еще один, тут еще один. Заживет. Ладно, добивай. Я срежу. Ага, добивай. Все. Руби, руби его, никита. Диффузит. Да он тут на базе у нас. Диффузит, парни. Хорош, Марат, хорош. Сильнейший. Довольно, Марат выполнил челлендж. И тебя повысило, Марат. Повысило. Сюда. У меня тоже повысило. Да, она всех повысила. Не, Марат, я считаю, что заслуженный именно в этой игре. То есть, получается, мы разрушили миф, то что если ничего не делают, не повышают. Я одну очко заработал, в смысле ничего не делать? Вот именно. Ты думай головой, когда ты как говоришь, она очко заработала из зрительного зала. Сильверов выиграли. Ну, пять побед, конечно, чтобы апнуться до калаша, это очень много. У нас бы это гораздо быстрее получилось. Мы не так давно это проверяли, но там три игры нас повышало. Ну, четыре максимума. Пять не было ни разу. Долговато, долговато. Ну, ладно. Главное, что хотя бы повышает. Наш первый результат. Мы выбрались на калаши. Но, по сути, еще несколько повышений, и уже прям потные катки должны начаться. Давайте смотреть. Джи-джи, реально. Что-то проблемы у нас какие-то на Инферно. Давайте, надо попробовать два раунда подряд сейчас забрать. Пропрыгнул вправо. Шорт в дом, наверное, залез. Чуть не попал, не успел. Гробы. Минус 27. Смаки у нас. Гробы. Ну, охуенно. Ой-ой-ой. Не, ну вот чего жестко играют на самом деле. Как это выигрывать, это вопрос. Ребята, мы близки, как никогда. Один в метро, другой где-то на бочке стоит. Здесь с ями. Так, бомба выпала. Оба в меду стоят. Вот это молик с домом. Там еще где-то третий. Ой! Я только зум включил бойлер. Убил и миддл на это. По кому-то попал, тоже там прострелом. Так, нормально. Пока ни одного раунда им не отдаем здесь. Вот и 77. Такая плотненькая заруба здесь происходит. Дом выходит. Умер. Они так по одному будут выходить? Еще шорт. Шорт вышел, шорт вышел. Окей, ожидаем. Сыграйте вдвоем. На сене где-то. Спрыгнул в балкон. Хорошо, все. Найс. Есть яма, есть яма. Двое. Попал в одном. Там же Никита. Хорошо, там еще. Блядь, да я не понимаю, как я не попадаю с этого АВП в доме один. Он же здесь, он ждет на выходе с бойлера. Ошалеть. Феррари. Так, его убили. Где последний все это время? Это вот сейчас был, который нас убивал. Они, по-моему, украли, Никит? Да, украли. И на Б поставили, видимо. Сейчас Никита, минддл, айс сделает и все. Я говорю, ты реально айс сделаешь? Да легко, смотри. Сверху, сверху, сверху спрыгнул. Хорош. Я бегу, не останавливаюсь. А что с Калашомом он там где-то застрял? Что за потнейшая игра? Не, ну это, конечно, сложнейший камбэк был. Есть 7, ну ладно. Пока еще ни одной игры в Китае мы не проиграли. Мы держимся. У меня что-то вообще как-то, я не знаю, я очень много не попадал в этой катке, на самом деле. Главное, что выиграли. Блин, а что у них за звание, мне интересно? Как будто нам сейчас выше подобрало. А, ну да, не, ну, судя по вот этому, я понимаю то, что, ой, как тяжело нам будет, на самом деле. Даже на этих званиях нам уже будет тяжело. А как до Глобала добираться? Нет, вот эти ребята прям хорошо играли. Это прям сразу чувствуется, хотя разница в званиях совсем небольшая. Ну, а четвертой звезды, три звания. По сути, там, да, два Калаша. Такая маленькая разница, но в игре, в геймплее огромнейший просто разрыв просто какой-то идет. Если Голд Новый еще играет плюс-минус как Сильверы, то вот уже Калаши в совершенно другой уровень. Да, будет, конечно, непросто. Я не представляю, как нам придется потеть, чувствовать этот пинг, с префами пытаться играть. Интересное испытание нас, на самом деле, ждет. Интересно, у вас перестрелка идет? Да, вообще уверенно какая-то. Что происходит здесь? Ой, как он его воносит, как он их... А что за дырки такие странные? Он не диффузит, мужчины. Да? Уже не диффузит. Уже не диффузит. Но попытка была хорошая. Так, все, Калаши с венками ждем. И... Ура! Слушайте, ну пока стабильно за каждые пять побед нам дает повышение. Пока что. Но это много. Это действительно много. Это нехило так времени отнимает, на самом деле. Считай, мы вот калибровку прошли целую, десять игр выиграли. И только за это время мы апнули два звания. Ну хотя с таким подбором я, конечно, не удивлен. Я не знаю, что с ним не так здесь. Но подбирает что-то низко. Вот один раз нам закинуло выше. Ну а сейчас что-то голд новый, сильверы попадаются. Это очень странно. Ну ладно, какое-никакое движение есть. По званию, по крайней мере. Ну вот с подбором чё-то прям вопрос пока. Я по воздуху стрельнул, человек умер. Я косой. Бывает такое. Нифига себе. Они прошли на шарики. Ой, как мы с Никитой сыграли. На шары прошли, я все слышал. Ага, да я тебя вижу, братан. Чё, я вообще... Я не понимаю, куда я стреляю. По-моему, я даже не по нему сейчас стрельнул. Просто у Влада раунд стреляет в воздух и орёт весь раунд. Ха-ха, да они уже прошли, а я за ними куда-то стреляю, а они умирают. Слушайте, мне нравится. Да, ну, каточки пока, ну, такие. Не сказать, что прям сложные, но расслабиться уже не получается. Халявных каток не так много. Приходится потеть всё равно, чтобы какие-то раунды там забирать, какие-то игры. Забирать себе в копилку. Это уже далеко не то, что было в самом начале. Ну, потихонечку катки всё сложнее. Они втроёмно бы забежали! Ну вот это простая какая-то. Вот одного ты убил, это я не понял. Я думаю, трое зашли прям. Так, ну, один смотрит мне этот коннектор, убил его. Ага, спасибо. Ой, тайминги, конечно, замечательные просто. Под девяткой. Минус 26. Сейчас порешаем. Всё, я всё порешал, ребят. Хорош. Нет, ну тут... Тут у нас даже есть шанс... Э! Ладно, тут у нас есть шанс даже забрать этот. 9-0 попробовать. Ребята, давайте. 9-0. По-моему, это... Первый шанс наш это сделать. Да, смог 9. Ой, тут трое, аккуратно! Уходи! У меня хватили, нет. На воде, на воде. Мы нападаем, жёстко. Давайте, давайте. Эй, тут все! Оставшиеся сотка, вода. Толкайся! Вода умер. Справа сотка стоит. Без гибала. Дайте мне его, это он мой. Игорь, вообще ничего не попал. Меня повысило. Так. Меня... Опа! Нормально. Слушай, это забавно, то, что каждые пять побед нас стабильно повышает. Всё, у нас 25-я победа, два калаша. Да это как это работает просто? У нас такой какой-то закономерности особо нет. Это всегда рандом был. Тут какая-то есть закономерность. Не знаю, три звания мы апнули. Это заняло у нас ровно по пять побед. Но, наверное, до Биг Стара уже за пять побед не будет. Мне кажется, там придётся побольше поиграть. Но посмотрим, посмотрим. Но что самое интересное, мне кажется, то, что за меньшее количество побед, вот, точно не повысит. Вот тут какая-то реально прям закономерность. То есть, от пяти побед у нас сейчас будет занимать повышение. Ребята, мы не должны проиграть. У нас ещё ни одного поражения нет. Двое в виду. У меня авторисконнект. Пропрыгнул вправо в виду. КТ уже стягивается. За первым. Ёбушки. За первым минус 50. Отступаем на А. Там двое пришло. Я пока подстреливаю. Граба убил. Блядь. Какой вообще микропик у него был. Я фулблайн тикет. Но я пробежал. Бил. Давайте, я вас верю, ребята. На. Я шапку убил. Ой, библия есть. Да как я же за коробкой был. Просто бегай как гиблом. Я планирую. Там оба такие. Погнал. Давай, давай. Блядь. Ну ладно, давайте хотя бы ничего оформим. Не хочется пока поражений. Пусть у нас уже и два калаша, но, не знаю, мы просто немного не доиграли, конечно, в этой игре. На игру здесь вообще не расслабиться реально. Уже игры такие пошли, что на челе тут не поиграешь. Хоть спотеть. Еще из-за пинга в основном. Ну да. Ну я его слушал. Зачем ночью пошел сюда? Смеда поет. Один. Ой, ой, ой. Этот смида бежал. Ой, лунг. Ёбушки. Сыграя на время. На время, да. Нет, даже в этом раунде что-то вообще... Нет, отвратительно достаточно эту игру мы сыграли. Ну ладно, ничья. Все еще ни одного поражения. Ну вот мне интересно, что по званиям у них тут было. Что-то у нас на этом инферно вообще не пошло. Ну такие же. Ну все равно. Я бы оценил то, что мы тут очень много где не доиграли. Пока не скажу, что этого, знаете, прям стоп-линия. Мы точно можем дальше продвигаться. Но тяжело. Тяжело. Но на высших званиях мы еще точно готовы сражаться. Это еще не конец. Вот интересно, реально, вот у нас хоть какой-то есть шанс до Глобала дойти? Мне кажется, до кого-нибудь Беркута Лема вообще спокойно мы должны идти. Просто там прям придется включаться на максимум каждый раунд. Но после этой игры начался настоящий хардкор. И к победам и ничьям у нас начали прибавляться и поражения. Да, уже на этих званиях у нас начались серьезные такие трудности. Но мы прекрасно понимаем, что это еще не предел. Мы все еще можем побеждать. И в принципе побеждаем. Но это, конечно, дается максимально трудно. Ладно, давайте продолжать и смотреть, собственно, что будет дальше. И сможем ли мы все-таки апнуть этих чертовых бигстаров. Да, ребята, когда-нибудь мы дойдем до бигстаров. Но это уже совсем другая история. Мы сколько уже сидим? Мы 9 побед уже сделали. И пока все тщетно вообще. Ну, как, у нас, конечно, поражения были. Не без этого ничьи, поражения. Но проблемы у нас уже прям конкретные, конечно, начались. Их было не избежать. На таких званиях с таким пингом прям уже хардкор полнейший. Тут еще подбор реально странно работает. Вот если бы нам всегда давало там 2 калаша, а еще и бигстаров, наверное, я не знаю, мы бы, наверное, мы бы еще больше, скорее всего, проигрывали. Потому что реально на таких званиях очень сложно играть уже. Нам еще везет то, что мы попадаемся до сих пор на голднов на всяких, на первых калашей, и их получается обыгрывать. А вот такие звания, как у нас, ну, далеко не всегда получается выиграть. Ну, мы обыгрывали, конечно, такие звания, но не можем похвастаться тем, что мы выигрываем вообще все катки подряд. И еще один минус стреляет. Ай! Зорвался я, ребят. Ну, так просто это я не оставлю. Ладно, минус 88 на банане. Можно пробовать убить. За цементом был. Он, наверное, уже ушел с таким... А, нет, 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 нет. Вон, он сразу получил. Вот она, жадность фрайла-то сгубила. Палился, дурачок. Да, жадность фрайла-погубка. Дал смок кт, дал смок кт. Нас рассекретили в чате. Так. У меня адискнеп. А этот твой. Фига, он там простреливает. Хотя тебя убил. Ну, и этот остался. Дурачок. Идет слева. Ну, так же. Так же слева, да. С церкви. Хорошо. Ну, ладно. Вроде в этой катке у нас проблем нет. Она идет неплохо. 5 минуты later. Это я, конечно, поспешил с выводами. Счет у нас такой себе, конечно. Нормально они там камбэк дали. Я все, я прям суперплотную позицию занял. В миду раскидывают. У лонг дали смок. Проходит дом. И дом, и шорт все идут. И на банали стоит че. Охереть они. Просто одновременно ворвались. Че один. Ну, 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 ну. Да, ну вот. Нас нет никаких проблем. Абсолютно в этой игре. Немножко агрессии добавим, чтобы на ничью выйти. Не уби... А, ладно, все, договорились. А вот это не договорились. Хера себе у меня снес! Он просто без остановки как будто стрельнул. Вот он пинг. Миду в доме есть, раскидывают. Сейчас бойлера пропикает. Не тот гг. Я просто бесконечно белый был. А у меня полный... Да, у меня лоссы. Блин, второй. Минус 8. Минус 8. Ну, ладно, надеюсь, Марат в позиция сработает. У меня 35% лосс. Мне так же. 42% лосс. Нормально, Ричард, на полке. Я никого не вижу. Пизда. А реально? Там один подпитанный. Ну, это не выможно попасться. Я не понимаю, вот, типа, почему так вообще происходит? Вот это бесит, конечно. У меня сейчас 0. У меня 42, так же. 46. Да! 6-2 счет было! Я вообще не понимаю. Типа, затеров, они нас просто выносят вперед ногами. Я, конечно, там заиграл. Да я не знаю. Я даже не понял, как меня в миду так убили. Там чел, реально. Просто на плюс В бежал. И я умер с одной пулей как будто бы. Я не знаю, конечно, как у него там было. Блин, я даже демку хочу посмотреть, реально. Я хочу прям пересмотреть тот момент. Это было опасно. Еще дом, еще дом, еще дом. Я аккуратненько попробую. Есть хопа с авиком в яме? О, нормально. О, спасибо, пацаны. Только это не авик, этот авик убил другого. Там поаккуратней. Да, не, все. Класс был авик в яме. Ну ладно. Ну хотя бы ничья, но все равно здесь должна была быть победа с таким-то счетом. За КТ не забрать 3 раунда жалких. Так, ладно. Подожди. Давай с двух сторон. Он на тебя смотрит. Он прихлонил в меня. Я хочу прям вот демку посмотреть. Мне просто интересно, вот насколько вот эта разница в пинге видна. Либо он реально как-то супер на плюс-в вышел. Я просто хочу вот прямо увидеть вот этот прикол с пингом. 10 уже игр мы даже выиграли и нас не повышает. Еще сколько ничьих этих было тоже. Ну-ка, давайте к демке перейдем. О, а это серьезно, ребятка. А, ну, кстати... Я их пинал, кстати. Я не знаю, почему. Ну как вообще 6-2 мы с ними сыграли? Не, ну ладно. Ну, слушайте. Хотя бы по вот этой игре понятно, что шансы у нас какие-то есть дальше продвинуться. Ну, давайте посмотрим, как это было от его лица. Так. Ну, в принципе, даже тут это жестко было. Но все равно видно, видно. Вот он прям вышел. Он... Подождите, вот сейчас еще раз. Просто вспомните вот момент. Ну, я сейчас еще раз повторю тот момент. Он бежал. У меня выглядело, как будто он не останавливался вообще. А здесь видно то, что он вышел. Еще какую-то остановку сделал и стрельнул. Еще посмотрю он у тебя немножко. Да. Ну, то есть он еще посмотрел. Там чуть-чуть такой взгляд более безумия. Ну, короче, вот настолько пинг все равно решает. То есть у меня на экране это выглядело так, как будто он просто бежал вправо без остановки и убил меня. На самом деле, вот как это выглядело. То есть он вышел. Да, он как бы четко в позицию прицел поставил. Но он еще протупил. Он не с префом стрелял. Он еще постоял, посмотрел. Потом стрельнул. Собственно, вот поэтому я не знаю, каким образом мы будем до глобала вообще добираться. Пока непонятно абсолютно. Эти доли секунды слишком сильно решают. Ну, ладно. Пока мы продолжаем. Давайте смотреть, что будет дальше. Ребята, хочу вам признаться. Я охуел. Это правда, кстати, вот сейчас по этому моменту. Ладно, короче. Просто забавный факт, то что в этом ролике, по-моему, вообще ни разу не обсуждали тему читеров. А их тут нет. Их тут просто нет. Мы уже сидим, играем. Мы даже уже не ждем, что кто-то попадется. Потому что, ну, просто их тут нет. Мы сыграли уже херову тучу игр. Мы... Ну, если у нас сейчас сколько? 35 побед? Мы только за этот выпуск точно уже 30 игр наиграли. Больше даже. Больше 30 каток. Ни одного читера, ни в одной игре не было. Те катки, которые мы проигрывали, мы проигрывали просто из-за того, что... У меня просто 5 секунд раунд заканчивался. Ладно, мы просто проигрывали, потому что проигрывали. Из-за пинга, из-за того, что просто хреново отыгрывали. Из-за того, что противники слишком сильные были. Но читов мы не видели вообще. Какой-нибудь аймбота там, крутилок. Понятно, что, конечно, с пингом это сложнее гораздо выявить. Но это было бы сразу видно, ясно, понятно. Ну, мы рассчитывали на другое вообще изначально. Но теперь я реально уже готов к тому, что мы ни одного читера не встретим. Я не знаю, как это работает, но тут реально можно нормально играть. Без софта. Ну-ка, что тут происходит у вас? Куда я дергаю-то, блядь? Пипиську, что ли, блядь? На-на-хуй. Вот это я его убил. Я реально убил. Я думал, что я не попал. Как бы. На секундочку, так. Блядь, да так тупо просто. Я убиваю чела, убегаю уже. Там, не знаю, полкарты пробегает, только потом засчитывает фраг. Ну, слушай, пинг вообще ебанутый. Ну, да. А, ну, у меня 300 пинга. Ой, блядь! В яме. Ну, да, что-то тут вообще все печально, ужасно. Алло. Спасибо. Ну, это какая-то вообще легкая игра. Вот, я не понимаю, тут очень странно реально это все работает. Но тут, скорее всего, низкие звания нам опять подобрало. Обидно, что мы прошлое могли выиграть, кстати. Все-таки. Ну, да. Ну, если бы мы знали, что там такие звания играет, я думаю, мы за КТ просто бы, если бы с самого начала прям потно сыграли, мы бы выиграли. Мы просто начали херней заниматься и отдали им слишком много раундов и включились очень поздно. На стейерсе. Да чего, блядь, мне палец упал. Ребята, давим. Под стейерсами там пушат. Фига. Неважно. Долагает! Неважно. Повернусь, когда повернусь. Когда повернусь, наберу. Это какая-то слишком легкая игра вообще была. Но повышения по-прежнему нет. Вообще мы не можем добраться до этих бигстаров. Ну, все из-за этих ничьих поражений. Хоть мы выигрывали, естественно, гораздо больше, но все равно. Дорога до бигстара у нас слишком затянулась. Мы просто не можем отсюда выбраться. А здесь, кстати, по-любому сейчас... А, нет, ну вполне нормальные звания. Я думал, что тут прямо эти... Третьи, четвертые звезды, там вторые, что-нибудь такое. На них калаши. Как-то они слишком слабо отыграли. Понятно, что, конечно, у них ниже звания, но... Че-то как-то... Я бы их еще на ниже звания оценил. Слишком легко было. Ну, когда нам уже этих бигстаров дадут? Я вообще не понимаю. Ребята, мы точно где-то близко. Где-то рядом уже бигстар. Осталось только его забрать. Забрать эту игру. А есть, брат? О, АВП. Такое мне надо. Как людики. Спасибо. Это я конфискую. Э. Не забирается. А где они? Ну, когда... Двое стоят. Тучка трое. Не будем разбираться с этим работой. Ой-ой-ой-ой. Ну что ж, вы сразу не предупредили, что... Че, почему не засчитала? Давай, один-три берешь? Да, конечно. Легко. Отлично. Один здесь поджидает. С маской клоуна. Ну, неспроста маска такая у него. Ну, конечно. Смотри, вот так. Под флешечкой. За коробкой петух стоит. За большой. Правой. Где-то близко у смока стоит еще. И вот этой. Коробкой, да. Убил! Не стрельнуло! Не стрельнуло! Я почти квач затащил, реально. Так, ладно. Надо собраться, ребята. Проигрывать нельзя. Мы реально близки уже. У меня реально не стрельнуло. И я слишком рано начал переключать оружие. Говно пинг. А ну реально как будто бывает такое. У меня тоже такое бывает, что не стреляет М-ка. Типа, я стреляю, а выстрела нет. У нас пока все очень печально. Двое А выходит с бомбой. Попробуем, пока они не поставили обойти. Сейчас с двух сторон как зайдем. Будут ли они такое ждать? Конечно, нет. Естественно, никто не смотрит даже. Ну, придется комбетчить, ребята. За Т сторону. Давайте все жестко собираемся. Сейчас выигрываем пистолетку и забираем игру. Так, странно как-то. Слишком странно, ребята. Никто на Б не пикает, ничего не делает. Это действительно так. Мид убил. Бублик вроде есть. Это в пещере есть. Авик стоит в нычке в миду. Побежали, вроде пушит базу. У нас в пещере где-то, либо в спине. Я спину возьму. Да, возьми спину. Там, скорее всего, авик побежит. Я не попал. В пещеру вышел. И опять не попал. Ура, вот раз попал. Еще в пещеру зашел. Поменял оружие там что-то. Да, в пещере свапнул ган. Авик в пещере. Еще волосы. Двое волосы в пещере. 10 секунд он не успел. Он сейвит его, пошел на нашу базу. Я просто какого-то там стрельнул. Прострелил бедного. Нет. 6-6, ребятам. Мы на равных, все. Это наша игра. Ну-ка, тут будет видно. Ой, бля, неплохо. Ну, можно посадиться, что-нибудь сделать? Я убил одного. Пароуз, брат, великолепие. Все, я взял мид, идите, я взял мид. Сейчас, я попробую пропикать. Ну, прыгать, в прыжки мне попадает. Иди в плен, ты с нормальным ганом. Двое, когда, смотрите право. Да он, блядь, с префом летит на меня. Блядь, в пещеру пришел. Ну, это пиздец, он в пещеру пришел на шифте просто. Я стоял, весь раунд смотрел мид, он не приходил, блядь. Ну, это же, блядь, да как этот симпл играет? Я даже среагировать не успел, он просто у меня полетел прям. За коробкой. Мне кажется, авик наверху. Не тратит, вдохнулся. Он ушел в кт. Я фулл блундец, я фулл. Так, с коробки свалил. Я фулл. Кт. Убил. Хорошо. Храм, алиф. Там храм, да. Кт стоит, авп. Все минусы. Так, ребята, давайте на нижнейку как-то. Да, да, да. Ух ты, у меня успел голову дать. Ну, я не знаю, можем развернуться, стойте, стойте. Можем, можем, да, да. Давайте, давайте на разворот на Б. Думаешь, есть смысл? Тут еще один, я знаю, где стоит в дефолте. Я бомбу пока не хочу им отдавать туда на А. Спокойненько разыграем. Сейчас, тем более, он тоже должен настягиваться. Да, 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 мне тоже так кажется. Ну, типа, мы у всех там разбили на А. Ну, я и жду. Он должен был остаться. Ну, как минимум, по одному и там, и там. Если ничего. Ты посмотришь, мид? Если ничего. Ну, пещеру я не смотрел. Это я уже один близко. Нет, вроде пещеры. Ну, ты же красный, урод, ты сдохнешь. Сейчас сдохнет. Сейчас сдохнет, когда я убью его, скинь. И этот мидый. Он мид ушел, да. Хорошо. Ну, ладно, хотя бы ничья. Так, а что там у нас? Не повысило. Не, ну, прям, я не знаю, у нас слишком много этих ничьих в этом Китае. Они бесконечные. Хорошо, что хотя бы не поражение, конечно, но ничьих дофига. Перебор прям. О, ну, кстати, на своих званиях сыграли. Ну, здесь можно было выигрывать. Вот два раунда там вообще каких-то тупых мы отдали. Печально. Какие-то задроты нам попались в данной игре. У него какой-то микропик в голову попадает мне. Так, пожалуй, дальше я не пойду. Против таких ребят куда-то пушить, это вообще дело гиблое. Да то в шорте есть. Два каленых. Одного забрал. Ну, там, ой. А, стоит на пальме вообще сейчас. Один шорт с бомбой. Торой, наверное, будет тоже проходить шорт. Либо лонг пойдет. Ну, как убитый его на префе, но это невозможно. Хорошо. Этот с бомбой был на пальме. Мне кажется, мне кажется, лонг пойдет. Все, он с АВП. Не знаю, да, он тут действительно минус ноль. Попробуй тоже по лонгу пройти просто. Да, я так и хочу. Скорее всего, он все равно на АП. Если он заберет бомбу и попрыгает на Б. Он не успеет на Б вообще, по-моему. Ура, повезло. Спасибо, что не попал противник. А вот этот чел, кстати, он жесткий. Я не знаю, как он промахнулся. Но он у них на первом месте идет. Он нас так уничтожает. Не, ну против вот таких вот ребят я не знаю даже, как выигрывать. Мне кажется, мы все равно проиграем эту игру. Мы, конечно, сейчас сделаем все, что возможно. Но вообще не верится в то, что мы сможем их выиграть. Просто из-за пинга. Не потому, что мы прям хреново играем. Это вот единственная реально проблема. Ну, в целом, на самом деле, ребята здесь очень хорошо играют. В некоторых катках прям такие челики попадаются. Ну хер ты им что сделаешь. Есть лонг в яме. Хорошо. Еще, еще пушит. Еще на лонгер. Делаем грязь, делаем грязь, ребята. Пушим его в ответ. Блядь, не попал. Как он убежал так быстро? Нормально. Все, этот на НП. Шорт, шорт, шорт. Там гномик какой-то бегает, я не могу попасть. Дайвим все вместе, ребята. Хорошо. Все, сейчас камбэк оформим жесткий. Я уже ловлю. На лонге диглик. Он остался на меду из тебя. Мне кажется, б-ночь никого больше нет. Уже нету его в меду. Это здорово. Можем боить. КТ. Я посмотрю. Коробку поджал. Я посмотрю. Да он бегает с пистолетиком. Двое КТ. Коробку запушил дальше. Еще двое КТ у вас близко. Один коробку жмет. Уже пальма, пальма. Хороший. И двое КТ у вас близко. Действительно. У меня последние патроны остались уже. На верху что ли? Да. Двое их тут. А. Все, выиграю. Иногда этот... У меня лоссы, наверное, опять. Пинг. Иногда просто вообще непонятно, что произошло. Ребята, ловлю. Ребята, ловлю. Ребята, прошел двое. Один, наверное, в беду останется. Второй и Б. Да дурак полетел! Хорошо. У меня лагает неистово. Где он прошел, когда, в общем, интересно. А что-то никто ничего не контролит у них. Но один на Б стоит где-то. На шарте тип. На Б убил. Можете заходить. Как раз. Хорошо. КТ убил. Хорошо. Шорт убили. Должен быть еще А, мне кажется. Думаешь так? Да, да. Да, действительно. Ноль ошибок. Давай. А, ну вон в пик это не попал. А, чунга-чунга. Я вроде смотрю туда, но не жду его там. На подъеме он, да? Не, он полностью. Ну, наверное, плунте, подъем. Ай, ладно, сами разбирайтесь там с ним. Я не смогу, кажется. У вас все получится, ребята. Главное верить и никогда не сдаваться. Я верил, я не сдавался. Я шел к цели верен. Я шел к цели 10 асистов, я пришел. Это то, что ни одного раунда мы затеров не отдали еще. Что-то затеров они как-то поуверенней были. За КТ вообще сыпется. Ну, никогда, конечно, не угадаешь вообще, что ждать от противников. Но здесь все печально выглядело, на самом деле. Давай я попрыгнул уже. Ой, я идиот, гивой. И снова седая ночь. Он умер? Он все еще не умер, господи. Он уже умер, Влад, он уже умер, все. Всего 4 патрона-то потребовалось. За смотом сидит в шорте. Открысит. Дурак, еще один на Б. Уса, вы убиваете, выигрываете раунд и выигрываете раунд. Неприятно. Не видно его. Да я там уже еще и увидел его, но у меня что-то как-то не регает. Он стоит там до сих пор, в окне. Ну, они вдвоем, наверное, будут. Либо лонг сейчас пойдет. Ну, КТ не видели. Лонг, да. Как же читаются они. Он уже за гендальфом. Давите вдвоем, вдвоем, вдвоем. На Грессе, на Грессе играйте. Хорошо. Повезло нам. Но повышения нет вообще. Ну, когда оно будет? Ну, уже 42-я победа. Это невозможно. Теперь я понимаю все комментарии. Что за говно? Я не привык к таким раскладам. Мы обычно достаточно быстро повышаемся. Но с этих званий максимум 5 побед у нас занимало. Не знаю, 5-6. Хорошо, пускай будет 6. Но больше 6 побед нам не нужно было, чтобы апнуться. Мы выигрываем такие же звания. Повышения нет вообще. Мы уже даже не проигрываем. Да, у нас там сейчас ничьи идут. Но проигрышей уже прям давно не было. Давайте даже посмотрим по таблице, что у нас там вообще. Тут один кэш мы проиграли. И то 7-9. И одна ничья среди вот этих каток. Ну, тут хороший стрик. Уже даже за этот стрик нас должно было повысить. При том, что до этого было тоже там до хрена побед. Ну, там, конечно, были ничьи поражения. Но все равно. Звания мы не потеряли. И сейчас у нас вот такой вот хороший стрик не повышает абсолютно. Это дичь какая-то. Я просто не понимаю, когда мы выберемся. Мы пятый день уже сидим здесь играем. Пятый, мать его, день. Это никогда как будто не закончится. Ура, блядь. Ух ты. Неужели? Вот это да. Совершилось. 45 побед. Сколько? 20 побед всего лишь? Да, 20 побед нам понадобилось, чтобы апнуть эти биг... Я уже думал, все, блядь, удалять эту китайскую CSGO. Но всегда про нее забывать просто. Это было отвратительно. Мы никогда так долго не повышали ни одно звание. Я не знаю. Ну, глобала мы только, может быть, повышали. Там, суприма так долго. Ну, бигстары, извините. Мы столько не повышали никогда. 20 побед нам потребовалось. Понятно, что там были поражения. Ну, не знаю. Ну, штуки 4, может быть, 5 у нас, конечно, поражений было. Это немало, естественно. Но, ну, максимум 5, мне кажется. Там где-то 4, вот, 5 поражений было. Ничьих тоже там штуки 3-4. Ну, короче, прям запотеть нам пришлось конкретно, чтобы дойти до этих бигстаров. И... Ну, я не знаю. Я честно не знаю. Типа... Вы представляете, если мы захотим продолжить? Сколько мы будем до Беркута-то идти? Побед 50? И вообще... И далеко не факт, что у нас это получится. Я не знаю. Ребят, вот все реально будет зависеть просто от вас. Если вы хотите продолжения, реально, натыкайте лайков хотя бы 1015. Мы хотя бы подумаем просто, есть ли смысл продолжать. Но это очень тяжело. Это из-за пинга просто нереально играть. Вот это просто дрочь. Столько игр нам потребовалось, чтобы апнуть всего одно звание. Мы 3 дня, по-моему, играли, чтобы его апнуть. То есть, первое, мы до Калаша первого дошли достаточно быстро. До Калаша с венками тоже. У нас даже, по-моему, поражений там не было. То есть, мы шли вообще без поражений, без ничьих. Просто спокойно выигрывали. До двух Калашей уже было потяжелее. Но до бигстаров это просто... Я не знаю. На всю жизнь, наверное, запомню. Сколько мы тут играли, сидели. Как-то было ужасно. Но... В общем, друзья, если вы хотите реально продолжения какого-то, то обязательно поддержите этот ролик. Мы подумаем. Мы подумаем. Действительно, если вам это будет прям очень интересно. Мы подумаем над тем, чтобы сделать какое-то продолжение. Но пока я не знаю. Нам, как минимум, точно нужно от этого... От этой китайской CSGO отдохнуть. Потому что это прям хардкор. Некоторые игры были прям суперсложные. Ну, поражений у нас немало. Уже. А на самом-то деле все из-за пинга. То есть, играем-то мы вроде неплохо. Мы в обычный CS спокойно глобала брали. Но здесь... Ну, прям очень тяжко. Это нужен какой-то свой особый подход, чтобы просто продолжать дорогу здесь до глобала. Получает сколько? Раз, два, три. И четыре звания еще нужно пройти. Еще на четыре звания нужно подняться вверх. Ну, немало. Если вот просто судить по тому, сколько мы шли до Бигстара. Очень немало. Я не знаю. Там побед 100 нам нужно будет, чтобы это сделать. И то не факт, что получится реально. Но попробовать есть смысл, конечно. Есть смысл попытаться. И посмотреть просто, как там люди играют. Как они нас будут выносить вперед ногами. Мне кажется, это, конечно, интересно будет. Но я могу сказать то, что тут люди прям неплохо действительно играют. Ну, конечно, тут полный рандом. Некоторые катки вообще спокойно мы забираем там 9-0-9-1. Даже на этих званиях по-прежнему. А некоторые прям сливаем в нулину. Ну, ладно, не в нулину, там в какой-нибудь плотной борьбе. Но сливаем. Либо ничьи. Просто вот какой-то такой. У нас прям 9-7 побед не так много, по-моему, в последнее время было. То есть, либо у нас суперлегкая игра, либо ничья, либо поражение. Это, конечно, достаточно странно. Но дальше, наверное, там такой хардкор просто будет. Такой хардкор. И если вы действительно хотите это увидеть, то не забудьте про лайк. Не забудьте подписаться на канал и написать свои комментарии, что вы вообще думаете. Если нам действительно пытаться дальше. В общем, ждем ваш фидбэк. И, кстати, обязательно результаты сейчас будут на экране. То есть, сколько у нас всего игр заняло. Сколько побед ничьих поражений. Общая статистика. И напоследок, друзья, рекомендую посмотреть наш прошлый ролик. Он тоже получился очень клевым. Если вы его не смотрели, обязательно гляньте. Ну а с вами была команда More Games. Всем желаю удачи. И всем до скорых встреч.